С нами на связи наш корреспондент в Киеве Мария Коренюк. Мария, отставка Арсения Яценюка стала для многих неожиданностью. Как это решение премьера восприняли политики и простые украинцы? Добрый вечер. Люди, с которыми мы говорили, высказывают очень разные мнения. Они чувствуют не гнев, а скорее своего рода разочарование решением премьер-министра оставить свой пост в эти трудные для Украины времена. Но я должна сказать, что его рейтинг на Украине очень высок. Большинство людей надеется, что он еще вернется в кресло премьер-министра. Что же касается мнений экспертов и политиков, то они тоже очень разнообразны. Некоторые политики говорят о разногласиях между премьером и президентом Порошенко, что может объяснить решение Яценюка уйти в отставку. Другие утверждают, что Яценюк уже готовится к парламентским выборам, и подав в отставку, он тем самым ограждает себя от дополнительных рисков, связанных с непопулярными решениями по бюджетной политике, мерами экономии, социальными реформами. Существует также и другое объяснение, на котором сходятся политики и эксперты. Яценюк находился под мощным эмоциональным давлением. Из-за того, что парламент не одобрил некоторые инициативы, предложенные правительством Арсения Яценюка. В этот непростой момент Украина не может позволить себе остаться без руководства. Работает ли правительство? Имеет ли оно право принимать решения в такой ситуации? Да, сейчас, когда правящая коалиция распалась, когда премьер-министр подал в отставку, Украине крайне важно иметь эффективное управление. Существует ряд проблем, которые остаются нерешенными, такие как финансирование армии, реформирование налогового законодательства и газотранспортной системы Украины. Исполняющий обязанности премьер-министра Владимир Гройсман уже заявил, что некоторое время правительство продолжит работать в старом составе, так что нет никаких причин для паники. На связи с нами была кореспондентка Евроньюзу Киеві Марія Коренюк. Дякую, Марія. Дякую вам.